Ребята, всем привет! Как и обещали, обзор рыбных магазинов в городе Батуми. И первый рыбный магазин в Батуми – это фишка. Хотите узнать, почему? Оставайтесь с нами. Поехали! Все страдает, что в Батуми нет рыбы. Галина, осетрина. Во Владивостоке, для сравнения, 3000 рублей стоит. Очень хорошее отношение от русских. Они в шоке. Сейчас я вот этим маслом заправлю капусту. А злые вообще люди тебе попадались хоть раз? Нет. Никогда? Сейчас вот мы уже, ребят, подъезжаем к рыбному рынку. Стойкий запах рыбный. Кальмарчик тоже не дешевый совсем. Да, будет кушать. Мы решили купить вот такую форель речную. Мы ее часто покупаем. Сейчас мы также пройдем по магазину и посмотрим рыбные отделы. Продегустирую. Вот, в принципе, и весь отдел рыбный. Называется Агрохаб. Ну и вот здесь что, в ассортименте в небольшом. Я и сама с Дальнего Востока. Допустим, я в Владивостоке не кушала. Там такой нету просто. Да, давайте начнем отсюда. Вот это барабулька местная. Очень вкусная. Царская рыба? Да, 10 лан килограмм. Ну и спойлер для вас, ребят. Цена на эту рыбку в два раза дороже на рыбном рынке. Позже вы об этом увидите в этом ролике. Мерландка. Да. Семейство тресковых. Одна косточка, белое мясо, диетическое мясо. Вот, нам такое надо. Это 8 лан килограмм. Отлично. Вообще очень свеженькая. Просто на сковородке или в духовке, да? Да, все равно. У нас вот мы с нее делаем пельмени, котлетки. Следующая это ставридка. Ставридка. Да. Очень вкусная. Это 12 лан килограмм. Размер тоже, смотрите, какой. Слушайте, ну у вас цены дешевле? У нас очень цены хорошие. Серьезно. Размер тоже, смотрите, бесподобный. Свеженький. Качество вообще бесподобное. Любую откройте. Абсолютно свежая рыбка, жабрый. Все утром, каждое утро мы получаем. Все свежее. Морской лосось. 25 лар килограмм. Это дурадон. 22 лара килограмм. Вот это бассейновый. Вот он у нас свеженький плавает. Да. Это лосось? Это привозной с Турцией мы получаем. Морской. Ага. Там есть бассейны прямо в море. Они искусно выращенные, но морские. А это вот наши, грузинские, речные. Вот мы получаем, они свежие, житые плавают. Их в речной воде выращивают? Да. В бассейнах? Да, в бассейнах, да. Ну, у нас, знаете, очень хорошего качества мы получаем из западной грузии. Они приближенные к натуральному, понимаете, не как искусственные со всех бассейны. Оно сделано в природе. И это красное мясо, и вот это красное мясо. Вот это Себас, 25 ларт килограмм. Да, тоже. Вот это с Турции. Вот это. С Турции, да? Вот это. И вот это, морской окуль тоже. Получаем из Турции. Свежеохлажденные. Это не замороженное, ничего. Просто приходят вот в таких ячках, вот эти ячки во льду. Свежеохлажденные. У них выращивают, это у них бассейны в море сделанные. У нас здесь попытались, но в поте не получилось. А тогда что-то смыло там все. Вот, не знаю, попытались. А почему в Грузии рыбу не ловят? Ловят, ловят, да? Вот это вся грузинская рыбка. Вся грузинская рыбка. Вот лифер. Посмотрите, это тоже наш морской лифер. Очень вкусный. Лифер. Да, как называется? Первый раз слышу такое. Да, это 15 лар килограмм. 15 ларит. Вот смотрите. Вот такая у нас. Сейчас просто она у нас одна попалась. Это тоже грузинский. Это горбуль. Маленький горбуленок. Да, сегодня. Да, у нас вот есть большое. Посмотрите, у меня иду заморозили. Этот горбунок мороженый? Да. Он очень вкусный. Мы его знаете, что делаем? Мы его еще коптим. Ой, бесподобный. У вас своя коптильня, да? Да. У нас у друзей своя коптильня. Делаем все сами. Жарим, чистим. По-домашнему. Никакой гриль. Никакое много масла. Сковородка, гриль. После каждого килограмма я меняю масло. Посмотрите комментарии. У нас есть группа. Фишка. Почитайте комментарии, какие пишут нам. Умите комментарии. Все, пожарите, почистите. Это все за 4 лари. Просто рыбку надо у нас купить. Все. Больше ничего. Хорошо. Плюс очень контейнер. Плюс лимончик, плюс ткемали мы еще можем в маленьком контейнере. Ну вот, видите, сервис, ребят. Вот, пожалуйста, приходите к им. Да, и доставка тоже есть. Это вот красная липотсенка. Тоже мы разделываем. Сами. Это тоже привозная здесь. Да, сёбра норвежская. Норвежская. Мы берем привозную. Просто сами разделываем. Это 60 лар килограмм. 55 стейки. Филе 60. Селедки. У нас скумбрия соленая. Ребят, в Батуми нету больше нигде. 8 лари килограмм селедки. Скумбрия 10 лари килограмм. Соленая хамса 10 лари килограмм. Просто открывать коробочку и выпушать. Сделаем сами. Балык. Да, осетрина. Ялиная осетрина. Ну вот кто любители рыбы и все страдает, что в Батуми нету рыбы. Пожалуйста, приезжайте. 40 лари копченая дорада. Себаз 55 лари. Лосось холодного копчения. Лосось морской. Это горячего копчения. Да, все сами делаем. Это савриточка наша. Сарган это рыба игла еще называют, да? Много фосфора мне говорят. 70 лари килограмм копченый. Копченый тоже. Это горячего, да? Саврика. Вот селедочка. Это наша. Холодного копчения. Скумбрия. Это окунь тоже. Вот это окунь 25. Горячего копчения. Холодного копчения. Как называется? Салака. Салака. Лефер будет у нас. Лефер сейчас на копчении. Комса копченая. 8 лари скумбрия горячего. Скумбрия горячего. У меня муж покупал такую с пивом. Здесь она 16. Это шпроты? Да. Это морской лещ. Вяленый. Вяленый, да? Вяленый. Капуста. Зеленые помидорчики. Красная капуста. Сархетинский перчик. Очень вкусный. И кемали соццебели. Кемали тоже соццебели сами, да? Все, сами, сами. Молодцы какие вы. Все, сами. Грибы, смотрю, у вас тоже есть. Да, это наши друзья делают. У нас есть такой район бесшумный. Он очень вкусный. Я смотрю, у вас еще вот суши, палочки для суши. Можно здесь приобрести соевый соус. Потому что я это в Агрохабе покупаю. Там, наверное, цена дороже все-таки. У нас и табико есть, и уголь есть. Все-все абсолютно. Вот, ксу-то есть. То есть для суши, ребят, тоже можете сюда приходить и покупать. Какие-то консервы. Вот даже я покупаю в большой пачке за 20 лари, да? Я детям котлетки жарю. Вот с ними, да. Очень вкусно. Такие простые. И к капитинское масло. К любым салатикам. Очень вкусное. Нероперированное масло. На нем не жарят. Его поливают. Салат. Салатик. Ой, как вкусно. О, давайте мы возьмем такое маслице. Да. Капусточку парить, картошечку, лучок. К этим делам. Капусточку какую? Квашеную? Да, белую. Если парить вот эти масла... Давайте нам капусты. И вот это масло возьмем у вас. Все лососево. Все лососево. Просто есть меньше. В общем, во Владивостоке для сравнения 3000 рублей стоит полкило, пол-литра. Здесь цена 80 лари, пол-литра, да? Вот можно понять ягодки. Смотрите, какие здесь и какие здесь. Вот это 100 лари, вот это 80 лари. Есть еще и 90 лари. Сейчас мы должны вот привезти, она у меня закончилась. Откуда привозят икрова? Западная Грузия. Западная Грузия, да? Ну, не соленая, хорошая, но остальная. Молодая, но остальная норвежская 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 норвежская. Да, косминушки. Это все фирмы Глоба. Очень хорошая фирма. Хорошего качества, да? Хорошего качества. Плохое мы пробовали. 35, да? Да. Кальмар чищен. Да. Посмотрите, какие большие, хорошие. А еще пельмешки мы покупали у них, пельмени. Вот они сами лепят. 11 лари, полкилограмма. Есть еще котлеты полуфабриката, рыбные. Сука тоже я люблю. 45 лари. Тут сколько? Килограмм? Да, килограмм. Килограмм 45. Есть еще за 40 лари. Вот табику для суши. Для суши. Есть палочки трабовые хорошие. Санта Брэма фирма тоже. Сколько стоит палочки? 3 лара. Многие спрашивают отношения к русским именно. Очень хорошее отношение к русским. Пусть никто ничего не говорит. Как любили, как дружили, так и продолжается это все. Очень хорошее отношение. А вы любого русского остановите и спросите, как к нему относятся. Хорошие люди, очень добрые. Всегда помогут, всегда подскажут. Такой батуми это, я не знаю. Да. Мы, по-моему, еще как в старое-старое время, когда люди все дружили. У нас так же продолжается, мы кофе с соседями пьем и все-все-все, как раньше. Так что вот так. Нет, я в Халькаве родилась. В Халькаве? Да. Но здесь у меня мама местная, а папа Халькавский. Ваш муж сказал, что он тут родился. Но я с ним разговаривала, думала, он грузин, а он говорит, я русский. Да, уже 30 лет. Сколько вы здесь живете? 52 года. 52 года? Сколько вам лет? 52 года. 40 дней было, как меня сюда привезли. А, вы вас привезли, малышку, да? Так что я коренная грузинка. Поэтому я и не поняла. Он мне говорит, я думала, я с грузином разговаривала. Он говорит, нет, я русский. Вот ко мне приходят клиенты, многие из Белоруссии, из Украины, из России. Они в шоке. Мы-то знаем, я поэтому сюда и детей привезла. Потому что я знаю, что мне здесь будет безопасно. А это как бы мое мнение. Люди думают, ну я так расхваливаю, понимаете? А я говорю, вот послушайте других людей. Нет, мы очень помогаем. Я, например, очень старалась, если кто-то придет, если не знает, где что купить. Почему не подсказать человеку, почему не сделать? Ну, ради бога, я не знаю, потом и очень долго. Мы тоже любим Батуми, поэтому тут, да. Здесь очень добрые, хорошие люди, очень дружелюбные. Ну все, ребят, вот сделали вам обзор по магазину Фишка. Есть тоже группа у них, да, в Фейсбуке есть группа. И можете просто вот сюда приехать, адрес я вам указала, приезжайте. Вот вас прекрасная женщина обслужит вот эта доброжелательная грузинка. Вот это масло просто потрясающее. Нам, кстати, его любезные хозяева магазина подарили. Вот не могут они без подарков никак. Вот такую хамсу мы купили. Я первый раз, кстати, ее пробую соленую. Вот Вахушка сейчас картошечку толчоночку сделает. Вот такой грузинский стол. Много овощей сейчас у нас в рационе. Ну, вот захотели мы рыбы копченые. Это, конечно, не правильное питание. Но чуть-чуть, по чуть-чуть можно, не надо все так сразу. Сейчас я вот этим маслом заправлю капусту. Чуть-чуть лучка сюда. Немножко маслица. С картошечкой сейчас будем обедать. Да, Милан? Кто это? Это ты. Я? Да. О, какие у меня губы пухлые. Илана, видите, у нас художник. Абстракционист. Ну что, Вахочка, вкусно? Рыбка вкусная? Смотри, Луна, хорошо. Ну, приятного аппетита тебе. Что? Зелень вот надо есть. Много зелени тебе кушать надо. А злые вообще люди тебе попадались хоть раз? Нет. Никогда? Никогда. Как ты думаешь, почему? Бог меня любит. Что? Бог меня любит. Бог тебя любит? Да. А почему Бог тебя любит? А Бог всех любит? Плохих людей не любят, потому что у них много злости. А добрых любят. То есть надо быть добрым человеком, чтобы Бог тебя любил. Да. А плохим нельзя быть, злым, да? Нет. А почему люди, как ты думаешь, злые становятся? Война же не лазит, потому что люди так красивые, потому что у них было много злости. Злости? Ну а злости чего рождается в человеке, в душе? Вот ты Матвея обижаешь, он становится злой. Или тебя обижают, ты становишься такая злая. Ты же иногда злая становишься? Да. Ну. Может быть и люди тоже так же. Их кто-то обидел в жизни, и они стали очень злые. Но это же не значит, что они плохие. Ругаться плохо? Да. Война тоже плохо. Война? Да. Когда мы же всех убивают. Когда война, люди страдают, да? Да. Погибают их близкие. Да. И потом они еще становятся тяжелые. На войне люди становятся злые? Да, когда их убивают. А что нужно сделать людям, чтобы не было войны? Сказать что-то доброе. Покупать им подарки, например. Подарки покупать людям? Да. И они сразу становятся добрые, и не будет войны? Нет. Сейчас вот мы уже, ребят, подъезжаем к рыбному рынку. Здесь можно и приготовить, и ее почистят сразу, и приготовят. Здесь много ресторанов, прямо на берегу моря. И вот ее прямо вот так вот на улице продают. Сейчас зайдем вот на сам рынок, покажем вам порядок цен какой здесь. И что есть в ассортименте. Вот так выглядит у нас рыбный рынок. Стойкий запах рыбный. Смотрите, копченая какая рыбка. Вот так ее чистят. Хамса без голов уже, чищенная. Это не чищенная. Ставрида, лосось. Бараболька, да, знаем барабольку. Рыба-игла. Лосось 25, 30, как его, осетрина. Этот 7 ларь, да? 7 ларь и одна штучка. 7 ларь, кальмар, одна штучка. Одна штучка, да. Ну да, но это не местная, поэтому. Одна штучка, да, получаем пачка 60 ларь, сколько я думаю. Вот, это 7 или 8? 8 ларь, чищенная. 8 ларь, чищенная. 8 ларь, чищенная. А 3,10 кг не чищенная. Что это хамса? Хамса, рыба-игла. Игла. А она сколько стоит? 25. 25. 25. 25? 25 лари, да. А камбала? Камбала 100 ларь. 100? 100 лари килограмм? Сейчас не сезон ее, она в мае будет дешевле. Ага. Вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, нажав на кнопку в правом верхнем углу. Мидии, да, мелкие мидии. Сколько килограмм? 20. Как, 20 лари? Уже сезон уже отлочивается и там. Ага. А рапан почем? 15. 15 лари рапан килограмм. Ну, 30 штука, 3 лари. 30 лари, как называется? Осетрина. Осетрина, черный, да, осетрина? Морской лосось сколько килограмм стоит? 25 килограмм. Живая? Ну, потому что вот уже их поймали и скоро съедят. Бедненький. Скат. 10 лари килограмм? Да. Кем рель, я мере. Мама, пойдем же кушать рыбу. И рыбу кушать? Да, будет кушать рыбу. Это какая форель? Выращивают в этих парк. Вот, что я могу. Я говорю, 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 что я могу. А креветки в какую цену? 4 лари. 3 лари. Я думала килограмм. Одна штучка, ребят, 4 лари. Тут все по штукам продается, получается. Это же не местная, это привозная. Привозная. А это сколько? Тоже по одной штучке? Да, по штучной продается. За 2 лари. 2 лари, а один осьминожек? Для фаэлли вот эта тема. Мидии вот это. Дорадо 25 килограмм, а Себас 27 лари килограмм. Все это выращивается в Ахтанг в море. Да, выращивается. А вот это в бассейнах, да, в речной воде. Осетр, да. А вот это? Это работа. Она просто... Царская рыба, да. Царская? Да, сейчас сезон как раз в Ахтанг в море. Считают ее царская рыба, называют ее. Ну, она такая жирненькая тут, смотри. Ну, не видишь по размерам. Это 30 лари, а это 20 и 15. 30, 20 и 15, да? Ну, мы решили купить вот такую форель речную. Мы ее часто покупаем. И просто запекаем ее в духовке. Зеленью, с перчиком, с лимончиком в фольге. Будет лучше. Все, сейчас овощи покушим. Будет у нас рыбный сегодня ужин. Ну что, вот рыбка готова. Приятного аппетита, Вахтанг Могелевич. Кушайте здоровую еду. Рыбку надо кушать. Мы готовим, не переживайте, ребят. Мы готовим рыбу и курицу, и мясо готовим нежирное. Матвейки и овощи еще приготовила. Ребят, я вот овощи просто, знаете, с каким делаю? С заправкой вот такой. Томг Ха. Тайская, тайская заправка. Вот прям чуть-чуть тут имбирь. Вот так он выглядит. Запах такой пряностей. Пол чайной ложки. Чуть-чуть соли, перчика и перемешиваю. Кабачок, баклажан, брокколи, перец красный. Сейчас подъехали к гипермаркету Карфур. Это сеть. Находятся они так же, как и в Батуми, в Тбилиси. Ну, наверное, по всей Грузии. И сейчас мы также пройдем по магазину и посмотрим рыбные отделы, потому что мы делаем для вас обзор рыбных магазинов и отделов в городе Батуми. Оставайтесь с нами, посмотрим цены. Пока на данный момент по ценам лидирует у нас на первом месте магазин Фишка. Сейчас посмотрим в Карфуре. И еще съездим, покажем вам один магазин, который называется Агрохаб. Больше в другом месте практически нигде нет. Так, ребят, вот нам говорят, что очень вкусный здесь в Карфуре балык. Упаковочка. 74 лара килограмм. И 8,28. Вот такая пачечка маленькая. Она очень вкусная. 10 лари. Здесь вот такие вот упаковки. В таком качестве завернуты. Одна штучка стоит 8,32. И вот такой ассортимент. Вот они цены. 19 лари. 55. Вот, в принципе, и весь отдел рыбный. Чуть дороже, чем на рынке. Чуть-чуть дороже, чем на рынке. И чуть-чуть дороже, чем в Фишке. Морская капуста. 100 грамм 99. Селедка. Ну, мы возьмем вот такую на пробу. Продегустируем. Ну, вот еще один, ребят, завершает наш обзор. Магазин называется Агрохаб. Пойдем. Достаточно большой магазин. Вот такой рыбный отдел. Тут, ребят, смотрите. 52,50 и 39 лари. Это форель тоже, да, речная? Тоже такая живая форель. 16 и 13,90. Ну, и вот здесь что в ассортименте в небольшом. В виде креветки. 28,50, 67. 25,19. 26,50. Вообще, очень интересная тема. То, что в Грузии нет аквариумов, где выращивают эту рыбу. На самом деле, привозить ее из Турции намного накладнее. Поэтому для экспатов, кто хочет заняться бизнесом, я бы подзадумался над этим вопросом, чтобы выращивать тот же Себас, тот же Дорадо. Вот, я слышал не раз, как рыбаки жаловались, что квоты выкупаются турецкими рыбаками, и вся рыба выводится в Турцию. Так что эта ниша не очень заполнена. И хотелось бы, чтобы вся рыба оставалась у нас, и от нас исходил экспорт из Грузии в разные страны. Ребят, напоминаем вам еще, что мы каждое воскресенье проводим прямые эфиры. Подготавливайте свои вопросы, приглашаем вас на эфир в воскресенье в 20.00. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик. Алгоритмы Ютуба построены так, что если вы не нажали на колокольчик... Давай ты тоже включайся, а в конце концов... Спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, жмите колокольчики, оставляйте комментарии, и оставим ссылочку наверху на следующее видео. Оставайтесь с нами, ждите новые выпуски. Спасибо всем. Подожди, еще что-то. Мы продегустировали вот эту рыбку, но она очень вкусная, прям нереально. Я последний раз такую ела, наверное, во Владивостоке. Да, Вахтанг, вкусно тебе? Да. Рыба прям вкусная. Рыбу из Карфура мы рекомендуем, Василина в Батуми рекомендует. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные апартаменты в апарт отеле Орби-Сити. Апартаменты премиум класса, с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера king size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно и по договоренности можем сдать вам и на долгий срок. По ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. При броне любых наших апартаментов от пяти суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми, скидку 20% на все наши экскурсии по Аджарии и, конечно же, комплимент от Василины и Вахтанга бутылка грузинского вина. Ждем вас в гостеприимной Грузии! Субтитры создавал DimaTorzok